В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Специально оборудованные полигоны новой статья в коммунальных платежках. В администрации прошла встреча с региональным оператором по обращению с ТКО. 872 дня в кольце немецко-фашистских войск. 27 января. Отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Кинотеатр без попкорна. Обновленный зал художественной галереи открыл свои двери для саровчан. Далее расскажем обо всем подробно. Как повлияет на саровчан федеральная мусорная реформа? В администрации прошла встреча с представителем регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Согласно новому закону, региональные операторы теперь будут вывозить мусор на специально оборудованные полигоны. Твердые коммунальные отходы из нашего города будут отправляться в район деревни Игумнова. А с января горожане увидят в платежных документах новую статью «Вывоз ТКО». Подробности далее. На днях горожане получат счета за коммунальные услуги за январь. Многие задаются вопросом, сколько же теперь будем платить за вывоз мусора, для кого предусмотрены льготы и что делать со стихийными свалками. Платежи будут складываться из двух компонентов – норматива и тарифа. Для жителей частных домов установлен норматив 2,33 куба с каждого человека, который в этом доме зарегистрирован. К примеру, проживает два человека. То есть 2,33 мы умножаем на 2, получаем 4,66. 4,66 мы делим на 12 месяцев, поскольку норматив установлен на год. И умножаем на стоимость одного кубического метра твердых коммунальных отходов. Для жителей многоквартирных домов расчет производится с квадратного метра жилого помещения. Норматив – 0,1 кубического метра с квадратного метра жилья. То есть квартира 50 квадратных метров, мы умножаем с вами на 0,1, получаем 5 кубов. Соответственно, эти 5 кубов мы также делим на 12 месяцев и умножаем на стоимость одного куба. Таким образом будет складываться стоимость платы. Стоимость одного кубометра ТКО – 593 рубля 54 копейки. Это самый низкий тариф на территории нашего региона. Сюда входит стоимость вывоза мусора от дома, доставка его до полигона и тариф самого полигона. Предусмотрена льгота для определенных категорий граждан, не получающих компенсацию по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или областного бюджетов. Гражданин, который хочет получить вот эту социальную поддержку, он должен в органы социальной защиты обратиться, доказать, что он попадает вот под эти вот два пункта, которые подходят. То есть это либо семьи со среднедушевым доходом ниже установленного средним на душу населения, либо одиноко проживающие пенсионеры, имеющие доход ниже 21,674. Сейчас отходы из Сарова отправляют на МАК-1, недалеко от Балахны. Однако в перспективе в Арзамасском районе предусмотрено строительство нового полигона. С большой долей вероятности там будет и современный мусороперерабатывающий завод. Ну, строительство полигона вы должны понимать современного. То есть там строятся геомембраны, очистные сооружения, система отвода свалочных газов, там сортировка, завод и так далее. Это целый комплекс. Это не просто полигон тот, который сейчас существует у вас. Что касается стихийных свалок, то их обязан ликвидировать региональный оператор. В случае обнаружения такого места в городе туда направят специалиста, который зафиксирует наличие свалки и попытается найти виновника. Если это сделать не удастся, то платить за ликвидацию мусора будет хозяин участка. Есть вопросы? Задавайте. 29 января на канале 16 пройдет прямой эфир с Александром Тихоновым. Глава города расскажет об итогах ушедшего года, поделится планами на год наступивший и ответит на вопросы горожан. Подробности далее. 29 января в 20.10 в прямом эфире канала 16 глава города ответит на вопросы саровчан в рамках программы «Актуальное интервью». Александр Тихонов – частый гость передачи. Регулярно он рассказывает о жизни города и деятельности городской думы. В этот раз он выступит в прямом эфире. Канал 16 постоянно развивается и идет навстречу своему зрителю. Живое общение, возможность из первых уст получить ответ – это то, что необходимо сейчас зрителю. И поэтому мы запускаем прямые эфиры. И первым гостем станет глава города Александр Михайлович Тихонов. Вопросы вы можете задать заранее по номеру редакции 60131. Этот же телефон будет доступен во время прямого эфира. Прямые эфиры станут традицией на канале 16. Актуальное интервью с интересными гостями, чиновниками администрации, депутатами городской думы дают возможность задать им вопрос и получить ответ напрямую. Поэтому оставайтесь с нами и следите за программой передачи. Прямой эфир с Александром Тихоновым на канале 16, 29 января, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главе города. Стартовал новый сезон международного детского творческого проекта «Нуклео Кидз». В одиннадцатый раз талантливые ребята из атомных городов смогут принять участие в профессиональном мюзикле. Отправиться гастролировать, познакомиться со сверстниками и творческими наставниками из разных государств. Поучаствовать в проекте могут дети работников атомных предприятий и городов присутствия госкорпорации «Росатом». Заявки принимаются до 20 февраля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам расскажут о последних изменениях природоохранного законодательства. Бесплатный семинар по этой теме пройдет в Центре поддержки предпринимательства 31 января. В роли ведущего выступит начальник отдела департамента Росприроднадзора по Привозскому федеральному округу Ольга Могутина. Семинар начнется в 12 часов. В Сарове пройдет «Атомиада-2019». В общей сложности за медали будут бороться более 200 спортсменов. Это сотрудники ВНЕФ, Федерального научно-производственного центра «Старт» из Заречного и столичных предприятий атомной отрасли. Они разыграют награды в хоккее, лыжном спорте, шахматах, футболе и палеотлоне. Торжественное открытие соревнований состоится 7 февраля в Ледовом дворце. Начало в 18 часов. Напомним, в прошлом году наш город принял у себя летнюю «Атомиаду», которая завершилась безоговорочным триумфом саровчан. В Саровском драматическом театре предупредили о репертуальных перестановках. 26 января в связи с болезнью артиста вместо драмы «Ромео и Жанетта» будет показан спектакль «Афинские вечера». 1 февраля в Адевиль так не бывает. 2 и 3 февраля утром на сцену выйдут Маша и Витя против диких гитар вместо принцессы-трещотки. Вечером вместо лирической комедии «Девишник» можно будет увидеть новогоднюю комедию «Я не могу иначе». Все билеты остаются действительными, но при желании их можно сдать в кассу театра. 27 января отмечается день полного снятия блокады Ленинграда. Ровно 75 лет назад советские войска прорвали кольцо немецко-фашистских войск. Город и его жители были полностью освобождены от блокады, которая продлилась 872 дня. Сегодня в нашем городе живут 35 свидетелей тех событий. Среди них Антонина Ефимовна Кузнецова. Антонина Ефимовна Кузнецова родилась в деревне Федосово в Псковской области. Женщина выросла в многодетной семье. Закончив семилетку, юная Тоня отправилась в Ленинград, где закончила 4 курса медицинского училища. Когда началась война, Антонине Ефимовне было 17 лет. Я была как раз на работе, и вот объявили войну. Я стояла у репродуктора и слушала. Я не понимала, что такое война. Почти 900 блокадных дней стали тяжелым испытанием для Антонины Ефимовны. Голод наступил мгновенно, а жить было негде. Антонина Ефимовна отправилась работать в военный госпиталь, где ей приходилось трудиться днями и ночами. Спрашивали там, как с белочки. Сколько мне лет, это не важно. Я и полы мыла, и медициной занималась, и у стерильного стола стояла. Все было. Все сделала, что надо, все сделала. В госпиталь с каждым днем поступало все больше людей с истощением и различными ранениями. 42-й год врезался в память Антонины Ефимовны, как самой страшной в истории родной страны. И на глазах умирали. Вот идешь, человек 200 больных. Вот пока проходишь, дошла, он был живой, ребят, человек. А дошла уже мертвой. Немцы бомбили город рано утром и поздно ночью. Антонине Ефимовне и другим сотрудникам госпиталя приходилось на руках спускать больных и раненых в подвал, чтобы спастись от фашистских пуль. Антонина Ефимовна героически справлялась со всеми тяготами жизни в блокадном Ленинграде. Ей удавалось собирать маленькие кусочки хлеба, чтобы спасти своего брата-инвалида от голодной смерти. Я в неделю раз ходила. Собирала хлебушек вот этот. И потом ему носила. От этого я его спасла от голода. В госпитале Антонина Ефимовна познакомилась со своим будущим супругом. В годы войны они сыграли свадьбу. После чего муж отправился на фронт. Антонина Ефимовна переехала в Польшу, где продолжила работать по профессии. И только спустя 9 месяцев объявили долгожданную победу. Целовались, встречались с любым человеком. Обнимались, целовались, радовались все. Но это невозможность. 14 лет назад Антонина Ефимовна переехала в наш город, где живет и по сей день. Сегодня она готовится отметить свой 95-й день рождения в кругу большой семьи. У Антонины Ефимовны 4 внука и подрастают 6 правнуков. Обновленный кинозал художественной галереи открыл свои двери для сыровчан. Звуковую систему экран и проектор установили на средства Гранта Государственного фонда кино в размере 5 миллионов рублей. В новом кинозале можно будет посмотреть анимационные авторские фильмы и фестивальные картины. На торжественном открытии зрители увидят документальную ленту о творчестве великого итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. В зале художественной галереи теперь все, как в настоящем кинотеатре. Купленные в кассе билеты проверяют на входе. Зрители рассаживаются на свои места. Совсем скоро на новом перфорированном экране сыровчане увидят премьеру документального фильма. Он станет частью цикла картины об известных мировых художниках. Мы сегодня с вами открываем этот зал в новом цифровом формате. Это началось год назад. Много событий происходило за это время. Написать заявку на гранд-фонды кино, подготовить все необходимые документы, дождаться результатов и начать подготовку к обновлению кинозала. Буквально месяц назад здесь велись работы по монтажу нового оборудования, а уже сегодня на премьерный показ собирается практически целый зал. Кинолента Леонардо посвящена творчеству великого итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Нам интересны фильмы, которые сложные. Фильмы, наполненные, наверное, большим интеллектом. Фильмы, может быть, очень неоднозначные, но мы готовы их смотреть, мы готовы их обсуждать. Фильмы о жизни и творчестве великих художников будут показывать весь год, один раз в две недели. А уже 31 января в 6 вечера на экране российская премьера фильм «Спасти Ленинград». Общественная организация «Дети войны» существует в нашем городе уже несколько лет. Ее важная цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники Сарова знакомятся с теми, на чье детство пришлась эвакуация, переезды и другие тяготы в Великой Отечественной. Очередную встречу в третьем лице на этот раз решили посвятить историям из студенческой жизни участников организации «Дети войны». В свои студенческие годы Игорь Владимирович вспоминает с улыбкой. За его плечами два высших образования. Первое – военное, второе – юридическое. О временах, проведенных в институте, у Игоря Владимировича остались самые яркие воспоминания. Военное училище, высшее политическое училище МВД СССР, которое находилось в городе Ленинграде, я поступил в 1976 году и учился там четыре года. В связи с тем, что закончил училище с отличием, у меня было право выбора, куда поехать служить. Я попросился проходить воинскую службу в городе Сарове. После окончания службы Игорю Владимировичу предложили работу в Саровском филиале современной гуманитарной академии. По словам Игоря Старченко, связать свою жизнь с образованием он мечтал давно, поэтому не смог отказаться от такого предложения. Хотя работа там была, конечно, меньше связана с преподаванием, больше была административной, вот я с очень большой теплотой вспоминаю вот эту работу. 27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Это событие, по мнению Игоря Владимировича, должно еще раз напомнить подрастающему поколению о тех настоящих героях, на которых нужно равняться современной молодежи. Ветераны, они как бы проводят эти мероприятия и вообще, что они стараются для нас, чтобы мы помнили историю и чтобы будущее поколение не забывало этого. И это передавалось как бы из поколения в поколение. Следующая встреча с ветеранами общественной организации «Дети войны» состоится 21 февраля в 15.00 в Третьем лицее. Синоптики пугают затяжными морозами, но в хорошей шубе холода не страшны. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по невероятно низким ценам. Уже более 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе на выставке продажи найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультрастильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик, эксклюзивные изделия из каракулей и енота. Эти меха никого не оставят равнодушными. Дубленки и куртки – как женские, так и мужские, а также головные уборы. Всего более 300 моделей. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 23 по 26 января с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.